Региональные олимпиады школьников Региональные олимпиады школьников Региональные олимпиады школьников Региональные олимпиады школьников Время истекло, я попрошу передать результаты этого конкурса нашим судьям А мы переходим к следующему конкурсу пролога, конкурсу красноречия Если профессия становится образом жизни, то ремесло превращается в искусство Как вы понимаете высказывание российского ученого и афориста Ильини Соновича Шевелева Выразите свое отношение к этому высказыванию Мария, вам слово Здравствуйте, уважаемый Ариапак Я согласна с этим высказыванием Все мы знаем, что труд создал человека существом развитым и думающим Именно эта деятельность впоследствии преобразовалась в способ самовыражения личности Который в руках индивида, знающего и любящего свою работу становится воянием художника В подтверждение своей гипотезы хочу привести цитату Ивана Бунина Есть в жизни три главные вещи – любовь, любимая работа и путешествие Спасибо Спасибо, Софья, вам слово Здравствуйте, уважаемый Ариапак Михаил Александрович Я полностью согласна с высказыванием русского ученого Потому что люди, получая какую-либо профессию, чаще всего преследуют цель получения средств к существованию А вот уже обретение ремесла означает то, что человек увлечен неким действием И действительно выражает в нем свое видение мира И пытается в нем отразить свое понимание прекрасного Спасибо за внимание Спасибо и завершает наш пролог Мария Малахова Здравствуйте, уважаемый Ариапак Я полностью согласна с данным высказыванием Так как часто увлечение человека переходит в его будущую профессию Ярким примером этого является Антон Павлович Чехов Который сам говорил о том, что его жена это медицина, а любовь это литература И также в медицине он был очень хорошим врачом, как и в литературе писателем Спасибо, мы завершили пролог и ждем вердикта судей Первый свой выбор делает Мария Малахова Я убираю желтую дорожку Второй Софья Граськова Давайте на зеленую И третий Мария Бутакова Итак, дорожки определены и мы начинаем Перед вами темы вопросов первого этапа Лучшие огородники, причина упадка и славные металлические изделия И начинает, то есть выбирает Софья Давайте выберем лучшие огородники Согласно толковому словарю Владимира Даля В России долгое время бытовала поговорка о том, что жители этого древнего города лучшие огородники Назовите этот город Давайте Ростов Давайте Ростов, потому что это правильно И вы во втором этапе Маша, пожалуйста Славные металлические изделия Во второй половине 17 века Ярославль стал крупным центром металлообрабатывающей промышленности В городе была 51 кузница Особо среди прочих изделий металлообработки Славились именно эти изделия Об их высоком качестве писали даже иностранцы Назовите их Какие металлические изделия производили в Ярославле С особым успехом? Предположу, что может быть связано что-то с транспортом Ну это очень широко Может быть и с транспортом это как-то можно увязать А вот сами-то изделия вы можете назвать? Маша, у вас есть право только на одну ошибку Я понимаю Но можете его сейчас использовать Возможно, это было что-то связанное с железнодорожным транспортом Во второй половине 17 века Много ли было вообще связано с железнодорожным транспортом? Увы, это неверный ответ Право на ошибку вы использовали во втором этапе Я обращаюсь к теоретикам Что же это было? Феофанова Юлиана, гимназия номер 3, город Ярославль Возможно, это были подковы? Нет, не подковы Хотя подковы связаны как раз с транспортом, с тогдашним Сафонов Иван, школа номер 49, город Ярославль Возможно, это были гвозди? Нет, и не гвозди Гвозди это слишком просто для ярославских кузнецов Сафонов Александр, школа номер 49, город Ярославль Возможно, это были ключи? Ключи? И не ключи С грустью сказал я Кулакова, я на гимназии номер 3, город Ярославль Могу предположить, что это были изделия для карет? Я же не спрашиваю для чего Я спрашиваю, что это было? Какие изделия? Ну, например, втулки для колес Или... Нет, нет Нет Михаил Валерий, школа номер 1, город Рыбинск Может быть, это были замки? Замки? Вот интересно, ключи сказали А до замков только сейчас дошло, да? И тем не менее, это правильный, это орден Именно замки А уж куда эти замки привешивались? Может, к каретам, может, до железных дорог дожили Причина упадка, это вопрос, Маша, для вас Ну, у вас красная дорожка, вы понимаете ответственность, да? Краевед Петр Критский в начале 20 века писал Что изготовлением кадок, лоханий, почонков, корыт и ведер В Ярославской губернии занимались и стар, и мал А товары расходились далеко за пределы губернии Однако, отмечает Критский Все говорят, что промысел этот нынче падает Бедным людям стало не под силу им заниматься Что же стало тому причиной? Почему этот промысел Изготовление кадок, лоханий, бочонков, корыт и так далее Пришел в упадок Бедным людям стало не под силу им заниматься Не могу ответить на этот вопрос А предположить, как-то логически пораскинуть мозгами Попробуем? Конечно Вот все, что я перечислил, это что такое все? Бочонки, там что-то такое еще Корыто, лохани, катки, это все что? Домашняя утварь Это домашняя утварь, это правда Но это не приблизило нас к ответу Итак Возможно из-за того, что это вещи созданы из дерева И? Тогда ценилась медь, алюминий и тому подобное материала Потому что в них удобнее хранить продукты Ну вы знаете, на самом деле Медные бочонки вряд ли заменят деревянные, да? Но вопрос-то ведь Что стало причиной упадка? То есть вы хотите сказать, что металлоизделия создали конкуренцию для этих деревянных изделий, так? Увы Ну, ну, ну Последний шанс что-нибудь еще дополнить Ну, предположу Что? Дерево было мало, но это глупое предположение А куда оно все делось? Что же дерево было мало? Ну, это всего лишь предположение А в чем заключается ваше предположение? Сформулируйте Так как дерево было мало, поэтому было мало Бочонков, лоханий, я понимаю А почему дерево-то было мало? Я не понимаю, куда оно делось-то все? Не могу ответить на вопрос А? Не отвечу на этот вопрос Граждане судей Ответа, к сожалению, мы не получили Вы покидаете красную дорожку Я сделал все, что мог И теперь мне осталось только обратиться за помощью к теоретикам Которые знают Здравствуйте, Добрина Ирина, гимназия номер 2, Ярославль Я рискну предположить, что дерево, особенно хорошую древесину вырубали, поэтому хорошей древесины становилось все меньше А, соответственно, оставалась только плохая, и то она стоила уже достаточно дорого, поэтому Бедным людям был не под силу Судя по аплодисментам судей, вы абсолютно правы Собственно, и нужно было ответить, куда же делось дерево, его просто вырубили Итак, мы во втором этапе Три темы Популярное имя на смолистых дровах И вредная работа Давайте популярное имя Как скажете Ярославцы практически монополизировали трактирный промысел в обеих столицах России А самым знаменитым стал московский трактир рыбинского крестьянина Степана Егорова в охотном ряду Здесь бывали и богачи, и классики русской литературы, Гелировский, Бунин При этом прославился не только владелец трактира, но даже официант, ловкий половой по имени Петр Кириллыч Его имя вошло в поговорку Ты мне, Петра Кириллыча, не заправляй В каких случаях так говорили? Предположу, что раз уж он там работал, то возможно, когда ему давали заказ, например, что-то принести То, значит, он уже был занят, то есть заправлен И так, например, мог говорить какой-нибудь другой посетитель То есть, ты мне официанта не занимай, это моя очередь Нет, к сожалению, это неверно Но вы в третьем этапе, потому что вы на зеленой дорожке А теоретики что думают? Соколова-Дарья, гимназия номер 2, город Ярославль Этот трактирный половой был очень честным человеком И поэтому, когда говорили, не заправляй меня, Петра Кирилловича, означало, не обманывай меня Ну, конечно, абсолютно верно Это же все-таки наш земляк Там же было сказано, ловкий половой Орден Два вопроса, две темы, выбирайте, Маша Давайте Вредная работа По свидетельству краеведа Илариона Тихомирова Эти мастера из-за сопутствующих промыслу частых простуд и ревматизма Годам к 50 вынуждены были уходить на покой А иногда и вовсе рисковали жизнью Откапываясь буквально из-под земли Или чаще из-под снега А что же добывали эти мастера? Смею предположить, что они добывали Добывали полезные ископаемые Ну, в частности, руду, наверное Руду Прямо здесь, под Ярославлем Много ли руды-то они там откопали? У нас не такой богатый вроде бы край Какими-то полезными ископаемыми А что-то они там откапывали Ваш ответ был руда Это ответ неверный Это ответ неверный И это второй неверный ответ на желтую дорожку Жаль, Маша, к сожалению, вы покидаете желтую дорожку Я обращаюсь к теоретикам Что же они там добывали? Что откапывали? Шебекин Григорий, Росовская гимназия, Глину Глину, абсолютно верно Глину А мы с вами в третьем этапе Овчинный промысел, портовый промысел Давайте портовый промысел Среди работников артели этого портового промысла Сложилось такое разделение труда Ядром артели, ее основой, были батыри Тех работников, которые насыпали на судне хлеб В кули, мешки Называли засыпками Другие члены артели Выставки Уставляли наполненные мешки и кули Таким образом, чтобы батырям Удобно и легко было взваливать их на спину Назовите этот промысел Как он вместе-то назывался? Ну-ка давайте подумаем Одни насыпают на судне хлеб в кули, мешки Другие Уставляют эти мешки и кули каким-то особым образом Третьи взваливают их на спину Вот все вместе эти ребята, это кто такие? Конечно, трудно Конечно, сегодня вообще как-то с трудом мы представляем Что это делается без помощи техники И тем не менее Как они назывались все вместе, кто вот производил эту работу? И, соответственно, промысел этот так же назывался Нет ответа? Грузчики Ну, допустим, грузчики Только вот их тогда-то ведь называли немножко по-другому Не помните? А как они грузили-то вот эти кули, мешки И прочие всякие штуки Как они взваливали на спину А потом снимали со спины Я сказал, что техники не было Но что-то же было, какие-то приспособления Какие, например? Итак, ответ был грузчики Уважаемый Ария Пак Знаете, у нас немножко сложная ситуация Может быть, мы такой компромисс сделаем Мы пропустим следующий этап С этим ответом Нет? Или зачтем его как неправильный? То есть у нас сложная ситуация Собственно, у вас всегда одна и та же ситуация Пропустить с этим ответом Или засчитать его в качестве неправильного? Нет, если бы это был финальный тур игры В простом вопросе Да, нагрузить мешки И вынести их на берег Наверное, кроме грузчиков Вряд ли что-то можно было Но да, мы можем прекратить игру сейчас Мы можем пропустить следующий тур И ждать там идеально правильного ответа Это, ну вот Решаем мы Решаем мы Ария Пак И когда он решит, он уже безошибочен В этих полуфинальных играх Вообще, почему-то все делятся ходом мыслей своих Никто не дает окончательного ответа Ни агонисты, ни Ария Пак Я возьму на себя ответственность Мы принимаем ответ Да, и не будем спрашивать Мы спросим правильный ответ у Михаила Александровича А девушку пропускаем в следующий тур Все-таки роли поменялись Она, значит, пошла в четвертый этап А я отвечаю на вопрос Тогда я отвечу на него правильно Это был крючный промысел Потому что грузчика называли крючниками Техники не было, а вот крюки были Ну что ж Поблагодарим Ария Пак И переходим в четвертый этап В ногу со временем Как известно, за самоваром надо ехать в Тулу Но и в Ярославской губернии была своя самоварная столица Данилов Местные мастера-самоварники Особенно преуспели к середине 19 века Отправляя товар даже в столицу Однако им пришлось последовать столичной моде И освоить производство другого медного товара Какого? И никаких подсказок здесь уже не будет Это в каком году было? Год я и не называл существом А, ну, а ваше еще раз время Но это, конечно, середина 19 века Они выпускали самовары А потом вынуждены были освоить производство Другого медного товара Давайте предположим, что они стали производить Что же они стали производить? Идя навстречу столичной моде Кроме самоваров Умывальники А, стало модно умываться как раз в середине 19 века До этого только пили чай А тут уже начали умываться К сожалению, это неверно Мы сделали все, что могли Но победителя на дорожке у нас нет А сейчас я обращаюсь к теоретикам Что же стали производить в Данилове Кроме самоваров? Лобанов Андрей, школа 80, Ярославль Я думаю, это кофейники Кофейники, абсолютно верно В столицах вошла В моду церемония питья кофе У нас осталось несколько вопросов Неразыгранных с агонистами И я задам их теоретикам На смолистых дровах Особая технология изготовления керамики Распространившейся в Ярославском крае В 16-17 веках Требовала в процессе обжига Подкладывать в печь Смолистые дрова, дающие густой дым А уже после обжига Мастера тщательно полировали Изделия до блеска Какое название получил Такой тип керамики Михаил Валерий, школа номер один Город Рыбинск Я предположу, что чернолощеная Чернолощеная Абсолютно верно Посуда получала такой истинный черный глянец Благодаря вот этой технологии Следующий вопрос Овчинный промысел Овчинный промысел Ставший визитной карточкой Тутаева Рекламировал даже Александр Дюма Еще в 19 веке французский писатель сообщил Что в этом крае делают лучшие тулупы При этом Дюма иронично добавил Что царь Петр I, который отнюдь не был ягненком Не погнушался дать местным овцам свою фамилию Романист явно не разобрался в истории возникновения Названия породы Тутаевских овец А в чем же состояло заблуждение Знаменитого француза? Бахир Фрейстар Школа номер 30 Ярославль Они назывались Романовские овцы И? Так Дюма этого и не отрицал Но что он перепутал-то? Он сказал, что царь Петр I Не погнушался отдать свою фамилию овцам Это так? Да Ну тогда посидите Но быть в одной упряжке с Дюма в этом смысле нормально Заблуждение одинаковое Орденкова Екатерина, школа номер один город Ярославль Они назывались по названию города Романова По названию города Романова, а вовсе не по царской фамилии Ну что ж, мы переходим в эпилог Вам, конечно, орден А сейчас разыгрываем три медали Одним из промыслов Ярославской губернии было лыкодерство Из лыка изготавливали лапти, рогожи, мочало, а из луба короба Кору какого дерева использовали в этом промысле? Феофанова Юлиана, гимназм номер три, город Ярославль Это была липа Лапти липовые, вы не бойтесь, ходите, теть к новой сплетет Абсолютно верно, это была липа Следующий вопрос В начале 20 века ярославские крестьяне-отходники Оказываясь в больших городах, чаще всего занимались трактирным промыслом Или шли в личное услужение, то есть работали прислугой Но одна сфера деятельности неизменно лидировала среди отхожих промыслов ярославцев В ней были задействованы до четверти всех уходивших на заработки ярославских крестьян Какая это сфера? Фурман Егор, школа номер четыре, город Ясавли Это была торговля Торговля, абсолютно верно, и это медаль Ну и последний вопрос Катальный промысел возник на территории нашего края в 40-е и 50-е годы 18 века Какую продукцию производили мастера этого промысла катального? Заяц Ильян, школа номер 84, город Ярославль, это были валенки Это были валенки, абсолютно верно, и это медаль И это последняя медаль, которую мы сегодня разыгрывали Потому что это был последний вопрос нашей седьмой полуфинальной игры Которая, к сожалению, не выявила победителя на дорожке Но у нас еще все впереди Спасибо вам за внимание До новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!